Здравствуйте всем! Мы находимся в Зинековском центре культуры и искусства. Здесь настоящие предновогодние суета, режают елку и репетиции буквально за каждой дверью. Вечером здесь жизнь буквально просто кипит. И сейчас мы находимся на репетиции вокального ансамбля «Солобушка», репертуаре которого любимые на селе народные песни. Давайте послушаем! Я пойду и молоденько, зеленую рощу, зеленую рощу. Я жду и молоденько, я жду и молоденько, зеленую рощу. Здравствуйте! Так за что же любят на селе народную песню? Народную песню любят за то, что во время исполнения песни душа каждого человека сливается в одно единственное чудо. И получается русская песня. Скажите, а в Новый год доходит до русской песни? Конечно. Какое же застолье, какое же гуляние без русской песни? Можно бы сидеть дома у телевизора, а вы идете сюда. Что вы здесь находите? Здесь мои друзья, здесь общение, здесь весело. Всегда наши репетиции самые креативные, самые забавные. И приходишь из клуба после репетиции с таким зарядом энергии и бодрости, что все дела по плечу. Спасибо! Русская песня в самом деле заряжает и дарит море позитива. Посмотрим, чем радует Зенеках. Еще! Ты моряшка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. И на суше я на море, мы не встретимся никак. Ты моряшка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты моряшка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты моряшка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты моряшка, я рыбачка, я рыбачка, я рыбачка, я рыбачка, я рыбачка. Здравствуйте! Здравствуйте! А что вы здесь делаете? Репетируем танец. А скажите, а легко вот таким маленьким девочкам дарить и мальчикам хорошее настроение зрителям? Да. Нужно иметь побольше улыбок, хорошее настроение и все это подарить зрителям. Здорово! Скажите, а накануне Нового года у вас есть мечты? Да! Я хочу себе новые коньки и на них научиться кататься так же красиво, как я танцую в зале. Я хочу, чтобы я закончила эту четвичь на 4 и 5. Я мечтаю поехать в Крым, потому что там очень много интересного. Есть море, где покупаться. Там весело. Какие хорошие мечты! Я желаю вам, чтобы в этом Новом году они сбылись. Удачи, успехов и с Новым годом! Спасибо! А я пойду смотреть, что еще у вас здесь интересного есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Ну и выступать очень нравится. А волнуетесь перед выходом? Очень! А как боретесь с вашим волнением? Ну, мы пытаемся друг друга развеселить какой-нибудь шуткой. А скажите, победы у вас у кого-нибудь есть у вашего коллектива? Да, у Юли. Так, Юльненька, какие у тебя победы? Я выступала на всероссийском и районном конкурсе. Я получила третье место. Я желаю вам всем успехов и творческих побед и, конечно, ярких впечатлений в Новом году. Спасибо! До свидания! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Девушки отдыхают Что вам помогало? Что мне помогало? Ну, конечно же, моя группа поддержки мне помогала, ну и чудеса, конечно же, чудеса мне очень помогали. Скажите, а вы давно перевоплощаетесь вот в Деда Мороза? В Деда Мороза недавно, всего лишь третий год, а перевоплощаюсь всю жизнь. Скажите, а шуба-то у вас какая богатая? Шуба богатая, самому нравится, долго примерял, долго выбирал, но определился на такой красавице. Скажите, а кого лучше поздравлять, детей или взрослых? Поздравлять нужно всех, даже бабушек и дедушек. Они хоть и взрослые, но в чудо верят все. А все-таки кого интереснее? Интереснее, ну, конечно же, детей. Дети всегда добрые, всегда верят в чудо, всегда хотят поиграть. Взрослые иногда хотят похулиганить, но дети любят играть. А дети вас не пугаются такого большого? Дети меня не пугаются. Я большой и плюшевый, и наоборот, сравнивают с игрушкой веселой. А за бороду дергают? И за бороду дергают, и за нос дергают, и за рукавичку держат, и посох мой волшебный трогают. А скажите, а стихи они вам читают? Стихи обязательно читают, причем сейчас дети и современные стишки читают, идут в ногу со временем, и старенькие, и добрые, и смешные. Стихи читают абсолютно разные. Скажите, а Дед Мороз, он персонаж злой или добрый? Безусловно, добрый. Так и морозит. Он хоть и морозит, но он морозит только для хороших дел, чтобы ребятишки могли на коньках кататься, на лыжах. Так что Дедушка Мороз только добрый. Скажите, а интересные случаи в вашей практике были? Конечно же, интересные случаи встречаются. Я, Дед Мороз, модный, современный, передвигаюсь на автомобиле, пока олени отдыхают. И даже попадали в пробку, и дети с удовольствием выходили на улицы в пробке. И, конечно же, хотели пообщаться с Дедушкой Морозом. Было у нас такое, что мы в пробке общались с ребятишками. Ну и, конечно же, и стишки слушали, и конфетки раздавали. А сам Дед Мороз верит в чудеса? Конечно же, верю в чудеса и хочу вас поздравить с наступающим 2017 годом, с Годом Петуха. Надеюсь, что этот год нам принесет много счастья, здоровья. Ну и, конечно же, всем благополучия в наши дома. Ну ты, Дедушка Мороз, нам нажелал. Я надеюсь, что все это у нас сбудется. И я вижу, здесь, в Зиняковском центре культуры и досуга, действительно весело и некогда скучать. С Новым годом! С Новым годом!